Я покажу, как собрать простой генератор на 220 вольт и замеряю, насколько он эффективен. Для этого нам потребуется велосипед, 12-ти вольтовый мотор и бесперебойник от компьютера. Также еще может потребоваться диод, аккумулятор, амперметр, вольтметр и всевозможный крепеж. Приступаем к сборке. Для начала нужно закрепить велосипед так, чтобы заднее колесо было подвешено над землей и свободно вращалось. Я использовал подручные материалы и из досок сделал подставку. На ось мотора я закрепил патрон от дрели и установил мотор так, чтобы с помощью пружины он надежно прижимался к заднему колесу. Такое соединение достаточно надежно, раскальзывания я не замечал. Здесь мотор выполняет роль генератора, поэтому можно использовать любой коллекторный мотор на 12 вольт. Разумеется, чем больше будет мощность мотора, тем больше энергии он выработает. Я использую мотор вентилятора из автомобиля ВАЗ. Его номинальная мощность 120 ватт. А сейчас я посмотрю, сколько он способен выработать энергии в режиме генератора. Подсоединяю к нему двухспиральную лампочку с суммарной мощностью 90 ватт и начинаю потихоньку вращать педали. Мотор вырабатывают явно больше, так как напряжение превышает 12 вольт и лампочка может сгореть. Теперь энергию нужно как-то накопить. Но не крутить же все время педали, пока пользуешься светом. Я подсоединил автомобильный аккумулятор. И тут есть интересная особенность. Мотор начинает вращаться от аккумулятора. Конечно, можно это игнорировать и вращать мотор еще быстрее, чтобы шла зарядка. Но лучше подсоединить диод анодом к плюсу мотора, катодом к плюсу аккумулятора. Диод не пропустит электричество из аккумулятора в мотор и предотвратит ненужную разрядку. Теперь можно заряжать 12-ти вольтовый аккумулятор. Но нам-то надо 220 вольт. Тут поможет бесперебойник от компьютера. Я думаю, для многих не секрет, что почти в любом бесперебойнике есть маленький 12-ти вольтовый аккумулятор. Когда пропадает электричество, бесперебойник с помощью маленькой схемки трансформатора повышает 12 вольт до 220. Для того, чтобы бесперебойник долго работал в таком режиме, к нему нужно подключить аккумулятор помощнее. Что я и делаю. Ура! Получилось! Теперь простым вращением педалей можно получить 220 вольт. Да-да, те же самые 220 вольт, что в розетке. И питать от них почти все бытовые приборы. Пользовался этим генератором долго, так как света в городе не было 3 месяца. Достаточно было час покрутить педали, и потом целый день можно было пользоваться электричеством. Я пользовался ноутбуком, планшетом, заряжал телефоны, включал и наград сберегающие лампочки, телевизор, радио. Бесперебойник при этом работал сутками. Надежно, без сбоев, почти не грелся. Ну конечно, если подключить потребитель большой мощности, более 500 ватт, то бесперебойник начинал греться и быстро разряжал аккумулятор. Но таких потребителей в моем доме почти нету, поэтому я их не включал. У соседей был бензиновый генератор. Но когда у них закончился бензин, они сидели без света, потому что достать бензин в нашем городе почти невозможно. Мне же нужно было немножко поразминаться на велосипеде, и дальше можно пользоваться электричеством. Получилось два в одном. Генератор электричества и велотренажер. Сейчас я померю, сколько ампер выдает этот моторчик, какой зарядный ток аккумулятора. Если педали крутить не спеша, то получается где-то около 5 ампер. Когда я попробовал покрутить педали быстрее, то ток зашкалил за 10 ампер и сгорел предохранитель. О, тише, тише, 9 ампер выбрал. Чтобы определить, зарядился аккумулятор или нет, нужно замерить его напряжение. Напряжение по мере заряда будет повышаться, и как только оно достигнет уровня 14,4 вольта, аккумулятор зарядится. Больше крутить педали не нужно, потому что от перезаряда в аккумуляторе начнет выкипать электролит. Вместо автомобильного аккумулятора можно использовать любой другой на 12 вольт. Особенность в том, чем больше аккумулятор, тем на дольше его хватит. Вместо бесперебойника можно использовать автомобильный инвертор с 12 на 220. Как видим, собрать такой генератор не сложно, а части из которых он сделан, легко доступны. Использовать его можно на даче, в велопоходах или дома, если часто отключают свет. Я живу на востоке Украины, и со светом у нас тухо. Высоковольтные линии при первых же обстрелах были оборваны и разрушены. Но благодаря этому генератору, я мог дальше пользоваться электричеством и снимать видео. А какие ты знаешь методы добычи электричества в домашних условиях? Делись в комментариях. Ну а в следующем ролике, я покажу как подключить интернет, даже если нет никакой связи. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить свежие выпуски. Самые необычные видео, только на канале Криосан.